На рассмотрение общественной комиссии, созданной и работающей в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды, изначально поступило 29 заявок на благоустройство мест общего пользования и 59 на благоустройство дворовых территорий. Комиссия собиралась несколько раз, в том числе отдельно изучала заявки от населения рабочая группа. При отборе проектов благоустройства мест общего пользования учитывались и результаты голосования Слобожан. Итоги отбора подводились 12 мая. На заседании комиссии мы не взяли к рассмотрению по объективным причинам три заявки, потому что они в рамках данной программы формирования комфортной городской среды финансироваться не могут. Это предложение о ремонте стеллы на въезде в город. Это предложение, которое, кстати, по итогам сбора заявлений набрало наибольшее количество голосов строительства зала единоборств. Там более тысячи заявок было. И третье – ремонт дорожного полотна по улице Яна Райнис. То есть, если бы мы эти заявки включили и в голосование, и затем в сам проект, то это было бы нецелево использование бюджетных строительств. Поэтому на этапе рассмотрения общественная комиссия эти три заявки из общего списка отклонила. Таким образом, отбор производился из оставшихся 26 проектов. Напомним, что на благоустройство мест общего пользования из 24 миллионов должна быть направлена одна треть средств или 8 миллионов рублей. Общественная комиссия для реализации отобрала 6 проектов победителей. Итоги голосования учитывались как поданное заявление в организационный отдел администрации города. Также к ним приплюсовывались голоса, полученные в ходе интернет-голосования. И по итогам на первом месте у нас заявка устройства тротуаров у детского сада номер 16 в Первомайском микрорайоне по улице Вокзальной и по улице Кедровой. То есть, с двух сторон. 492 голоса за эту заявку. Второе место тоже у Первомайского микрорайона. 434 голоса устройства детской спортивной игровой площадки в районе улицы Преображенская. Третье место. Благоустройство тротуаров по улице Советской. От здания номер 69, это здание ЗАГСа, до здания номер 65, это до перекрестка с улицы Энгельса. А также ремонт городского общественного туалета. Также в число победителей вошел проект по благоустройству тротуаров по улице Советской в районе Бама, по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие и благоустройству пешеходной дорожки на втором рабочем поселке. Данная заявка даже без интернет-голосования набрала 255 голосов. Здесь нужно отметить, что у нас произошел технический сбой и не было интернет-голосования по данной позиции. И 255 голосов, это те голоса, которые поданы непосредственно в орготдел. Заявления жителей этого микрорайона. Поэтому в любом случае заявка была бы включена в рейтинг победивших, но она победила и без интернет-голосования. Сейчас по этим шести позициям будут составляться проектно-сметные документы. Если по итогам конкурсных процедур какая-то экономия высветится, то дальше пойдем к седьмой позиции и так далее. Сложнее было выбрать победителей из претендующих на благоустройство дворовых территорий. Рассматривались заявки по рекомендованным областью критериям, оценивались по утвержденной бальной системе. Не брали как критерий, кто первым подал заявку. То есть все заявки рассматривались одинаково. Это нужно учесть, потому что такое мнение я уже слышала, что мы первые подали, давайте нам первое место. Это неправильно. Максимальное количество баллов 24, набрало 4 дома. Гагарина 8, Гагарина 12 и Гагарина 14. Ну и переулок Новый 3 из Первомайского микрорайона. 23 балла 3 дома у нас получили. 22 балла 3 дома. 21 балл 2 дома. 20 баллов 3 дома. И 19 баллов, на чем собственно мы наш рейтинг и закончили, получилось 7 домов. Получилось, что в рейтинг лучших вошло 22 проекта. Но из них по четырем адресам в текущем году будут вестись работы по газификации, поэтому эти заявки решением общественной комиссии были перенесены на 2018 год. 4 дома. Это Красноармейская 114, Первомайская 8Ф, Горького 25 и Петра с точки 16. По собственной инициативе на заседание комиссии дважды приходил представитель дома Петра с точки 16 Тарасова Мария Николаевна. Ей предоставлялось право следить за работой комиссии. На последнем заседании комиссии 12 мая, когда еще заявка с точки 16 окончательно не была рассмотрена. Значит, Мария Николаевна заявку из зала, из нашего кабинета заседания забрала и, несмотря на наши просьбы вернуть заявку, потому что она является документом, не вернула эту заявку. Поэтому мы Петра с точки 16 рассмотрели. У нее были основания пройти, но газификация, поэтому поскольку нет заявки, значит, нам уже не включить будет эту придомовую территорию. Таким образом, на сегодняшний момент принято решение о составлении проектно-сметной документации для 18 дворовых территорий. Если 16 миллионов хватит на большее количество проектов, то будет реализована заявка, следующая в рейтинге, на которую будет достаточно средств. Из общего списка было исключено 4 заявки, по которым инициативная группа не предоставила необходимый пакет документов. Остальные проекты, оказавшиеся за чертой рейтинга, автоматически переносятся на 2018 год. В их числе и два победителя ППМИ нынешнего года – улица Советская, 115 и Гоголя, 100.